Власть продолжает осваивать интернет. Досели чуждую всем нормативам область. Законотворцы настолько внимательно пеленают в новеллы, что дело дошло и до родительских чатов. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая. Сто причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Инициатива контролировать такие чаты связана с нашумевшим законом о статусе педагогического работника в Алтайском крае. Депутаты ЗАГСобрания приняли его в первом чтении, хоть положение о клятве педработника устраивало далеко не всех. Дополнение о регулировании чатов предложил внести Сергей Писарев. Не только руководитель зоопарка, но бывший школьный учитель и даже директор, он считает, открытое оскорбление учителя в чате – проявление более масштабной проблемы. Разговаривая с учителями, я очень часто слышал именно вот эту проблему, которая сегодня глобально нарисовалась в обществе – это взаимодействие учителя и родительской общественности. И, к сожалению, она не всегда в пользу учителя. Люди позволяют себе, во-первых, оскорблять не только педагога и рассказывать какие-то несуразицы о деятельности, так сказать, педагога, но они ведь умудряются и сами ругаться в этих учительских чатах. А иногда умудряются и убивать. Осенью прошлого года СМИ рассказали про убийство после ссоры в родительском чате. Психолог Гуар Краян говорит, что до конфликта дойти просто. Это не личный контакт. Люди не слышат интонаций, не видят мимики. Любое высказывание может быть понято неправильно. Плюс родителям свойственно переоценивать нанесенные ребенку обиды и помнить свои. К сожалению, у нас, правда, люди очень травмированы. У всех свои травмы детские. И немножко родители, вот когда что-то происходит, да, вместо того, чтобы прояснять, уточнить, в связи с чем, в чем причина, да, происходит такое, что они накладывают еще свою собственную травму детскую, которая у них в школе с другими детьми, с учителем и было, и воспринимают, как будто это что-то с ним случилось, и нужно защищаться быстро. Это часто мешает детям самим выстраивать отношения в классе. Тем более, случай напугавший родителя, ребенок может забыть через час. И тем не менее, чаты учителям и школе часто необходимы. Например, заместитель по учебно-воспитательной работе и учитель информатики 42-й гимназии Иван Гребенкин говорит, что чаты полезны, но ведь их работу можно регулировать. Мне кажется, что очень эффективны сегодня односторонние чаты. То есть, когда может администратор отправить информацию, родители эту информацию получить, а обсуждать они ее могут уже там персонально, индивидуально, друг с другом, либо с учителем по телефону. У самих же законодателей пока нет определенных инструментов, которые могли бы регулировать работу чатов. Но в скором времени в Педуниверситете встретятся авторы идеи, учителя, представители министерства и даже родители школьников навести порядок в чатах. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.